Привет, дорогие подписчики канала На Поляне! Где бы вы это ни смотрели, в ВК, в Ютубе, либо в Телеграме. Всем-всем-всем хорошего дня, хорошего настроения! И сегодня мы на матчах Динамо ищем-ищем экспертов, которые нам расскажут о факеле, о перестановках, что думают, ожидали, не ожидали. Так что всё в этом выпуске, смотрите, всё самое интересное впереди! И мы на стадионе Динамо, Сергей Дурацкий, комментатор сегодняшнего матча. И у меня вопросы по перестановкам факеля. Ожидали ли вы вообще отставку Игоря Геннадьевича? Более того, для одного из порталов букмекерских, я её спрогнозировал, правда, сделал это на тур пораньше, да простит мне Черевченко, но я полагал, что после поражения от Краснодара могут Черевченко убрать, но его не убрали, не было поражения. А тут всё очень просто, понятно, что с этим составом, наверное, любой тренер скажет, играть тяжело. Но когда не хватает эмоций воронежскому факелу, это, наверное, главная проблема, потому что не все свои очки, в истории РПЛ, они набрали, играя в футбол лучше соперника. Это скорее нервы, сила, характер. Что касается Пятибратова, у меня двоякие ощущения, первое, я не помню идеального возвращения в рамках российской премьер-лиги одного и двоя же тренера, чтобы он вернулся и стало лучше, чем у него когда-то получалось. Не знаю, признаёт ли руководство свою ошибку, возвращая Пятибратову, тоже не знаю, но точно могу сказать одно, вот того, чего не хватало факела, у Пятибратова есть, он с собой это принесёт опять, и команда начнёт, орает друг на друга на поле, орает на судей, играет в футбол сердце, какой факел мы полюбили, когда он ворвался, выглядит. Вот таким он снова будет, я уверен. Поможет ли это набрать определённые очки, я не знаю. Но, знаете, отставка логичная, назначение пока знак вопроса, чем закончится, скоро узнаем. Ну а удивлением было то, что Пятибратов или вы ожидали кто-то другой, что факел вернётся опять к тренеру, который ушёл? Ну, это нормальная практика небольших провинциальных наших клубов, когда ты не можешь выбирать тренеров, когда ты вынужден подбирать тренера, который душой и сердцем, и в зарплатную ведомость попадает нужным образом под свою команду. И тут уже введение футбола, наверное, оно есть, конечно, оно важно, оно имеет место. Но факел сейчас в ситуации, когда надо выйти и любым способом набрать одну очку, три очка в каждом последующем матче РПЛ, а дальше на волне позитива уже подравняются результаты, качество игры возрастёт. Сейчас эмоции нужны, мы же знаем, всегда смена тренера, всегда импульс, всегда что-то новое, а тут новое, старое. Не знаю, опять же, у меня сомнения, но я третий год подряд на вопрос, кого бы ты не хотел видеть на последних двух местах по итогу сезона, всегда называю файл, потому что потерять Воронеж нельзя, тогда мы потеряем футбол. Дмитрий Дерунец вот следит за матчем, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, опасно было. Да просто мне сейчас бежать, если что, надо будет с интервью скандировать, но пока не хотел. Ну да, пока не забили. Тогда по-быстренькому, интересно ваше мнение по поводу отставки Игоря Геннадьевича, ожидали, что такое произойдёт? Я думал, что первым в отставку пойдёт всё-таки главный тренер по РНМ, Ильич, но вот эти вот две нелогичные победы оставили пока его на посту. Черевченко, ну, понятное дело, когда вот я увидел файл здесь в первом туре, это было вообще что-то с чем-то. Для меня, честно, Воронеж, команда и вообще файл команда, которая зашла два года назад со своим лицом, это явление для нашего футбола. Он очень должен быть и, ну, должен быть каким-то специфическим, но всё равно нельзя постоянно находиться в одной какой-то конструкции. И то, что мы увидели от Ташуева прошлой осенью, за счёт чего, за счёт какого футбола Воронеж набрал достаточное количество очков, чтобы остаться, ну, сами парни почувствуют, мы, блин, можем играть в футбол, а не просто отбиваться там на грязном поле или зарабатывать в стандартное положение. Топовый был футбол. Убрали Ташуева, на мой взгляд, совершенно несправедливо, надо было ещё подождать. И вот теперь убрали Черевченко. Логично. Верю в Пятибратовым. Он покинул, вот, Пятибратов, ставший главным тренером факела после отставки Василенко. И Пятибратов сейчас, уверен, это два разных тренера. Гораздо больше опыта, в том числе и Воронежского, вот того отрезка работы факеля главных. Топовый опыт в Чайке. Это уже показал. Вот, не был фаворит, Чайка не была фаворитом. Не ставила задачу выходить в первую лигу. Он сам поставил, сплотил, выполнил. Красавец. Красавец точно растёт. Точно придётся со своими идеями. Но, конечно, ещё раз, возродить всё тоже. Так вот факел оставался в свой первый сезон. Будет очень сложнее. Нужна игра в футбол. Для игры в футбол нужны люди. Ну, невозможно будет оставить факела, если не сделать хотя бы один-два трансфера вот именно под основу. Тогда удивило ли вас как раз назначение Пятибратова? Или вы ждали какого-то другого тренера? Сто процентов не удивило. Нет, конечно. Во-первых, это бюджетно для факела. Во-вторых, это патриот Воронежа. И мы с Дмитрием общались. Он был экспертом на матче. На матч-премьер. И он часто говорил, что в сердце Воронежа он с большим удовольствием туда вернётся. И, в общем, быстро порешал вопросы руководства. Хотя, конечно, для человека это другое. Прямо очень болезненно. Вот, поэтому в этом плане здесь всё совпало. И он хочет ещё одного шанса, например, и бюджетно, и патриотично для Воронежа. Лучше выдумать его. Когда ожидания ваши от факела, что вот какое, ну, место по итогам сезона? Это стыки вылетят или сохранятся напрямую? Ребят, ну, это очень сложно, конечно, сейчас давать какие-то серьёзные прогнозы. Потому что ещё месяц трансферного окна. И это, причём я не говорю, это месяц для факела. Это месяц для Химок, для Динамо Махачкала, для Паре НН, для всех-всех-всех. И тем более, что там будет после зимы. Мы помним, да, Паре НН прошлой осенью. Кто бы там в ноябре сказал, что это будет команда на выли. А была команда на выли. Я так скажу, факел даже в нынешнем своём состоянии может быть сильнее двух команд, не знаю, каких, премьер-либов. Он может финишировать стыки. Но просто в этом сезоне это будет сделать ещё сложнее. Потому что зашла Махачкала, которая будет брать тем же самым, чем факел брал в первом сезоне. Сплочённость, характер, борьба. Вот. Это очень важный контент. Ну и, соответственно, Химбусин, так что это сложно говорить про вылет. А Крон, ну тоже всё-таки команда с хорошей селекцией. Паре НН мы понимаем, что какое-то, ну какие-то должно быть движение. Верю всё-таки спортивного директора в эту команду. Вот. Поэтому будет сложнее. Но всё-таки факел может. Ну сердечком вы поддерживаете Воронеж, факел? Воронеж дал нашему футболу. Ну просто он спас футбол наш. Вот в сезоне 22-23, который был первым после отстранения. И, конечно, в этом плане... Ну для меня три самых футбольных города в России. Три В. Воронеж, Владикавказ, Волгоград. Вот. Поэтому, конечно, если бы когда такие города, я бы не верю. Вот он он, а Воронежский эксперт по факелу теперь уже стал. Здравствуйте, коллеги. Слушай, ну ты звонил Ташуеву вперёд меня. Что он тебе рассказывал? Почему его нет в факеле? Я тебе скажу так, то что есть подозрения, что в словах Сергея Бузидовича есть немножечко фальша. В том плане, то что я не верю, что он остался в хороших отношениях с факелами, потому что они его позовут. Поэтому, да, типа, если его позовут, обратятся к нему, он пойдёт. Вопросов нет, но уже не пойдёт. Точнее, не позовут. С одной стороны, с обузидовичем приятный разговор был. То есть не было... Ну, читался, что он говорит искренне. Но где-то он что-то недоговаривает. Особенно, если говорить про отношения между ним и клубом. Ну, сами посудите. Человек подставил клуб, поставил его без тренера, решил занять все свои вопросы и такой, я готов вернуться. Ну, странно, не правда ли? Поэтому при Котове и Асхабадзе, я думаю, Ташуева в команде не будет. Ну, а по Пятибратову, вот, ну, вернемся. Ожидал, ожидал вообще. Не, просто ожидал, ожидал. Честно, на самом деле, я бы очень хотел посмотреть не на Пятибратова, а из всех вот вариантов, которые, ну, в свободном рынке тренеров, я бы посмотрел бы с удовольствием на Юрана. Юран знает... Юран не будет в факеле точно. Ну, ладно, если Юрана не будет, то я бы посмотрел на Гончаренко. На Гончаренко, я думаю... Ценник, мне кажется. А? Ценник не подходит факелу. Это раз, хотя, с другой стороны, чего после Урала, который под его голосом свалил в первую лигу, чего бы не попал, но там тоже, там свои требования будут. Мне кажется, Пятибратов очень удобная кандидатура для факела в том плане, то, что он не будет требовать много. Ну, сам посудить человек, сам говорит, с желанием работать в факеле, как-то исправить, типа, ситуацию, не чужой для него клуб. Он ранее тренировал, прям, не знаю, какие результаты он с ним добился, но не суть. Ну, он выиграл Динамо на 100 лет, я здесь. Ну, бля, выбить одно, а как тот сезон его закончил? По него выкололся, нет? Евсеев закончил, и через стыки мы сохранились. Ну, там и Пятибратов бы сохранил, там по игре ничего не менялось, состав не менялся. Ну, сами посудите, кстати, насчет Черевченко. Я не видел каких-то кардинальных изменений, что было в прошлом сезоне, а уж в прошлом, да, по-моему, в сравнении с Нолом. Возможно, да, типа, ранее там контрпрессинг появился, чего ранее не было, но этого мало для того, чтобы бороться. С Краснодаром, да, красиво, но остальное, игра, полнейший тухляк. Ну, типа, Ильин, это, конечно, все хорошо, но, блин, цепка оба фору. А по Пятибрату я могу только пожелать ему удачи. Всем привет. Что касается смены тренера в Фателе, как будто бы это не новость, да, как будто бы уже все привыкли, что проходят там несколько туров в начале сезона, и тренер меняется, потом он меняется еще по весне, и вот так вот Фател живет уже третий сезон. Но в случае с Черевченко мне, честно, думалось, что Игорь Геннадьевич получит большее время, даже если у него будут ошибки, даже если будут сложности, потому что уж слишком долго ждали Черевченко здесь в Воронеже, и много раз была информация о том, что вот при каждой смене тренера Фател хотел пригласить именно Черевченко. Ну и как будто бы это давало ему дополнительные возможности в плане ошибок. Но, опять же, мое мнение, я там, это никакой не инсайт. Мне кажется, что здесь, вот в этом случае, действительно было расставание по обоюдному согласию, потому что, ну, наверняка Игорь Геннадьевич понимал, что не все получается в этой команде, и наверняка он мог и сам подойти к руководству и сказать, ну вот, простите, у меня не получается, давайте расставаться. Возможно, так было. Что касается выбора Пятибратова, то, ну, сложно сказать, да, когда ты меняешь, там, шестой тренер за два года, тренеры могут и закончиться. Тренеры, которые готовы работать в Факеле, уже говорили о том, что сейчас сложно приглашать в Факел тренеров из-за того, что, ну, вот такая ситуация. То есть три тренера за сезон меняется, ну, и мало кто может на это согласиться. И я не знаю, почему к Пятибратову снова обратились, но если мы берем за условие, что руководство Факела хотел пригласить тренера, который уже знаком с командой, то из всех тех вариантов, которые были, а это Василенко, Пятибратов, Евсеев, Ташуев, да, вот, получается, никого не забыл, может быть, даже кого-то забыл. Кажется, что Пятибратов самый оптимальный вариант, потому что он и команду хорошо знает, он не уходил из Факела без всякого негатива, и это важно. Ну, и Воронеже к нему относятся позитивно, ну, и его победа над Динамо, он один из, он вообще единственный тренер, который ушел после победы. Поэтому давайте посмотрим, что будет в новом заходе Пятибратова в команду. Я ничего не жду, я жду просто хорошей игры, потому что Факел должен радовать, во-первых, своих болельщиков в игре, потому что много говорят о том, что вот Воронеже умеет болеть, действительно умеет болеть. И болельщик здесь не просто хочет, чтобы команда оставалась. Я знаю много ребят, которые говорят о том, что вот нам помимо игры, еще помимо результата нужна игра. И я надеюсь, что у штаба Дмитрия Анатольевича это получится, потому что штаб поменялся, это тоже важно. Вот смотрите, при Черепченко в штаб зашел только Климов, остался даже помощник от Сергея Ташуева, Вячеслав Молчанов. Сейчас самое большое изменение штаба за последнее время. Пришел Пятибратов, с ним пришел тренер в вратаре Чехрадзе, остался Климов, с которым Пятибратов работал еще в предыдущий раз. И добавился еще Дмитрий Иванович Кудинов, которого я неплохо знаю по работе с молодежью, он там сезона три отработал, и были неплохие результаты в его время. Поэтому интересно будет, как изменится и работа тренерского штаба, и как следствие результат. В любом случае желаем удачи и надеемся на то, что в самые ближайшие туры факел начнет набирать очки, и этот выбор окажется правильным. Пятибратов Ну что, дорогие друзья, вот мы узнали мнение экспертов, что они думают о возвращении Пятибратова, и все в один голос говорят, что он стал сильнее, что он стал опытнее, что он добился больших успехов с Чайкой. И теперь он у нас, теперь он в факеле, и он не просто пришел, мы уже знаем то, что хочет подписать какого-то игрока, который был раньше у него в команде в Чайке. И это тоже большой плюс, Пятибратов пришел со своими идеями, и он видит, видит, чего не хватает этой команде, он понимает это. Мы видим все видео с тренировок, которые выкладывает факел, где он заряженный, где он просто такой энерджайзер, такая энергия из него прет. И он хочет, он действительно хочет, и у него, я уверен, все получится, потому что с таким огромным желанием, с его опытом уже, который он набрался за годы работы, там, после факела, за год, там, сколько времени, не так много прошло. И, блин, круто, круто, что он у нас, мы дождались тренера, который огонек, у которого горят глаза, и все у нас получится, ребятки, я верю в Пятибратова, верю в факел. Вперед, Воронеж!